Перекличка. Команда «Второй шанс» здесь. Команда «Эко-клининг». Поактивнее кричим «Эко-клининг». «Аквас». «Поликрафт». «The Green Farmers». «Счастье жить». «Эко-десант». «Био-вита». «Лик-киллс». «Сов». Отлично. И мы начинаем. Мы начинаем. Так меня хорошо слышно? Уважаемые участники игры, уважаемые жюри, уважаемые гости, я с большим удовольствием открываю финальную часть международной деловой игры «Фабрика инновационных решений». Давайте друг друга поприветствуем и участников, которым придется сегодня соревноваться вместе. Прошу. Уважаемые коллеги, я с большим удовольствием, радостью и одновременно с волнением начинаю это мероприятие. Ну, радостно осознавать, что, несмотря на небольшое событие, как будто бы, оно является цепью больших событий мирового масштаба. В самом начале игры, четыре дня назад, мы приняли эстафету с международного форума в Рио-де-Жанейро, посвященному устойчивому развитию. И наше событие является его продолжением. Это первое. Радостно осознавать, что оно происходит на перекрестке культур. Это международная деловая игра, соединяющая в себе российских и германских участников. Радостно осознавать, что было четыре дня, в ходе которых были непростые истории становления этих проектов, становления команд и самих проектов. Поэтому сегодня вы увидите финальную часть этого мероприятия. Ну и, наконец, очень приятно думать, что некоторые команды получат действительный шанс быть увиденным, замеченным, услышанным, ну и научиться чему-то в этом необычном пространстве. Волнительно, наверное, от того, что отчасти передается волнение участников, хотя некоторые из них к концу весьма сильны и смелы. Но, с другой стороны, искренне хочется, чтобы некоторые команды, которые достойны этого, действительно победили. Друзья, сегодня эту встречу будем вести мы вдвоем. Меня зовут Андрей Теслинов. И мне будет помогать Светлана Прохорова. Дорогие друзья, я рада вас приветствовать здесь. И сейчас немного расскажу о структуре того, как мы будем двигаться дальше. Первым пунктом у нас произойдет жеребьевка команд. Я попрошу по представителю от каждой команды выйти и вытянуть шар. Далее мы заслушаем приветственные слова от организаторов нашего мероприятия, от гостей, от жюри. И затем расскажем вам немного подробнее о том, как мы будем оценивать проект и как мы будем выступать. Теперь я буду вызывать по представителю от двух команд, вытягивать шары и, соответственно, записывать ваши номера. Итак, первыми приглашаются представители команд «Второй шанс» и «Эко-клининг». Пожалуйста. Очень активненько. Очень-очень. Забегаем. Готовятся представители команд «Аквас» и «Поликрафт». Команда «Второй шанс» и «Восьмое место». Команда «Эко-клининг» номер три. Представители команд «Аквас» и «Поликрафт». Готовятся представители команды «The Green Farmers» и «Счастье жить». Команда «Поликрафт» номер девять. Команда «Аквас» номер шесть. На сцену приглашаются представители команд «The Green Farmers» и «Счастье жить». Пожалуйста. Команда «Счастье жить» номер два. Команда «The Green Farmers» номер семь. Приглашаются на сцену команды «Эко-десант» и «Биовита». Пожалуйста, поактивнее, ребят. У нас еще много есть чем заняться. Команда «Эко-десант» номер пять. Команда «Биовита» номер один. Счастливчики. И приглашаются представители последних двух команд «LickKillers» и «Сов». Итак, команда «LickKillers» номер четыре. И команда «Сов» номер десять. Аплодисменты, друзья. Уважаемые коллеги, теперь я представляю слово организаторам этого мероприятия. Первый я хочу пригласить на сцену организатора этой встречи, организатора всего события, исполнительного директора фонда международных обменов Ирину Осокину. Добрый день, дорогие участники. Добрый день, дорогое наше жюри. Ну, наконец-то мы пришли с вами к финишу. Мы прошли очень тяжелых четыре дня, очень напряженных и вместе с тем счастливых. И я надеюсь, что сегодня вы все уедете из этого дома все равно с хорошим настроением, вне зависимости от того, кто какое занял место. Потому что мне кажется, что не это главное, а главное то, что вы нашли друг друга. Главное, что вы познакомились. И главное, вы услышите компетентное мнение высокопрофессиональных специалистов о ваших проектах, о ваших разработках. И это тот старт, та поддержка для вас в вашей будущей жизни. Я не хочу много говорить. Я единственное, значит, все-таки, я полагаю, это важно. Хотела бы сказать, что наша игра с вами, она стала достаточно заметным событием. И сегодня вам прислали приветствие ряд вполне уважаемых компаний и структур. Так, приветственное слово прислала компания БАС в Германии. Слова следующие. Уважаемые участники конкурса «Фабрика инновационных решений», от имени германского концерна БАС, лидера мировой химической индустрии, мы сердечно приветствуем ваше участие в конкурсе и поддерживаем ваш творческий поиск новых и высокоэффективных идей, направленных на решение глобальных вызовов современности. Уверены, что ваше сегодняшнее участие это отличное начало вашей карьеры и прямой путь к передовым достижениям и открытиям. Я не буду зачитывать все, я буду читать только самое главное. Правительственная телеграмма. Приветствую организаторов, участников и гостей российско-германской молодежной деловой игры «Фабрика инновационных решений». Считаю, что решение задач, которые стоят перед современным обществом, невозможно без активного участия творческой талантливой молодежи. Сегодняшняя площадка, на решение которой объединяется для обсуждения вопросов и нахождения путей решения в области создания зеленой экономики, доступна к чистой воде, строительству безопасных и экологических городов, восстановлению океанов и развитию неистащимого землепользования. Российские и германские студенты, молодые ученые, будут стартовой площадкой для многих полезных начинаний. И потому хочу от души пожелать российско-германской молодежной деловой игре успехов и серьезных, и ответственных начинаний. Руководитель секретариата председателя правительства Российской Федерации В. Дмитриев. Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и охраны окружающей среды города Москвы. Ну, тут такие чиновничьи достаточно слова. Учитывая значимость предстоящего мероприятия, как ориентированного на решение насущных задач в области зеленой экономики и устойчивого развития, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы поддерживает идею его проведения. Ну, что делать? Да, 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 да. И петербургский диалог. Это самое главное. Сейчас, одну секунду. Да. И сегодня пришло знаменательное для нас поздравление из форума «Санкт-Петербургский диалог». Форума, который поддержал нас финансово. И благодаря этому форуму состоялась вообще, в принципе, эта игра. Дорогие участники деловой игры, от всей души поздравляю победителей российской... Уже победители? Так, может быть, не читать? Все победители. Давайте так. Да, действительно. Все, кто дошел до конца. Российско-германской молодежно-деловой игры «Фабрика инновационных решений». Характерная черта нашего времени. То, что мы все больше и чаще думаем о будущем. О том, что ждет впереди нас всех. Нашу планету и будущие поколения. Мы понимаем, с какими масштабными задачами придется столкнуться человечеству уже в ближайшей перспективе. Для решения этих задач потребуются новые инновационные методы и подходы. И такие мероприятия, как «Фабрика инновационных решений», помогают отыскать эти подходы. Я надеюсь, что деловая игра принесет плоды каждому из вас и всем нам в целом. Для этого у вас, дорогие участники, есть все необходимое. Креативность, энергия, широкий кругозор и хороший уровень подготовки. У вас есть все для того, чтобы внести существенный вклад в решение проблем, над которыми сегодня думает все человечество. Хочу пожелать вам всем участникам игры успехов и неизменно хорошего настроения. Я надеюсь, что пока я занимала время приветствиями, все презентации выстроены, и я думаю, что можно дать старт конкурсу. Дорогие друзья, перед тем, как мы начнем с вами, собственно, презентации, пара слов для нашего уважаемого жюри. Каждая команда, у каждой команды будет 10 минут на выступление в целом, то есть 5-7 минут презентация и, соответственно, 3-5 минут для ответов на ваши вопросы. Мы оцениваем команды по десятибальной системе. Презентация команд должна включать в себя следующие критерии. В каким критерии вы ее судите? Это глубина проработки темы. Глубина, полнота проработки темы. Связь проекта с устойчивым развитием зеленой экономики, соответственно. И, собственно, сама презентация. Насколько ярко, насколько интересно, насколько доступно. В целом у каждой команды должно получиться от 1 до 10 баллов от каждого члена жюри. Его теперь уже, наверное, можно. Я передам микрофон еще для пары слов Андрею. Уважаемый жюри, я прошу иметь в виду историю, которая уже состоялась за эти дни. В каждой команде есть автор проекта, который владеет содержательной идеей. Это раз. Второе. Другие члены команды, они не являлись знатоками этих тем, они являлись где финансистами, где маркетологами. Они помогали организовать проект так, чтобы он стал бизнес-идеей. Третье. Команды могли не согласиться с проектом, который они выбирали, и могли его переформулировать. В этом смысле то, что вы услышите, это их выбор. И это происходило. Некоторые переформировки проектов состоялись. Четвертое. У нас был внутренний конкурс, в ходе которых некоторые команды были отсеяны. В частности, была команда, которая распалась по причине того, что они не смогли организоваться как команда. Вы понимаете, что такое значение команд. Поэтому то, что вы сейчас увидите, есть след, в том числе и командового сплочения. Еще я прошу учесть, что это был диалог культурный. Это означает, что им приходилось друг другу переносить через границу свои идеи. Ну и в этом смысле они очень выросли. Поэтому прошу вас быть в этом плане снисходительными. Но я вас искренне призываю к беспощадной критике, беспощадному такому жесткому анализу. Они к нему привыкли. Конструктивно, конечно, да. В этой связи критерии, которые сейчас произнесены, мне кажется, вполне разумные. Они должны представить проекты, в которых отражается их бизнес-идея, превращенная в коммерческий продукт, в бизнес. И этот бизнес должен помогать устойчивому развитию экономики и зеленой экономики. Поэтому смотрим на это и оцениваем. Все, наверное, коллеги. Начнем. Уважаемые гости, уважаемые участники. На сцену для презентации приглашается команда BioVito. BioVito. Готовится команда «Счастье жить». Раз. 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 Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Jury, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Präsentation unseres Projektes. Сегодня наша жизнерадостная, жизнеустойчивая, жизнелюбивая команда рада представить вашему вниманию наш продукт BioVita. Unser Team besteht aus Anastasia, Nikita und zu meiner Linken Yekaterina und mein Name ist Anna-Maria und meine russischen Kollegen werden in den nächsten 5-6 Minuten die Idee unseres Projektes präsentieren. Viel Spaß! Es ist eine große Herausforderung, die Menschen, die Probleme mit der Kose. Wir haben eine Lösung für diese Probleme. Das ist die Präpion und Kiefer. Das ist die Präpion und Kiefer. Aufgrund unserer unikale Technologie ist Bio-Maske, die mit den nächsten Schleuchten und die Beobachtung zu schützen. Das ist die Präpion und Kiefer. Как вы видите, выгоды для различных сторон велики, но наиболее интересные выгоды, это, конечно, для инвесторов. Так, ожидаемая доходность от нашего проекта 40%, а долю, которую мы планируем занять, это 1-2% рынка, а период окупаемости 2 года, и прибыль, которую мы планируем достичь, это 3 миллиона. Но также он приносит пользу и для общества. Мы достигнем устойчивого развития, которое так важно для нас, за которое мы так радеем, за счет использования вторичного сырья. Также в обществе сформируются ценности, экологическая ответственность перед будущим, и также здоровье, конечно же. Следующий важный пункт нашей презентации – внешняя среда. Как вы видите на экране, мы поставили для себя цель покупателей все-таки выбрать категорию B2B, то есть бизнес. Наш главный клиент – это бизнес. Санатории, пансионаты, аптеки и так далее. Следующий важный вопрос – это конкуренция. Рынок общей конкуренции косметических услуг в России очень высок. И очень многие отечественные производители, также и зарубежные используют натуральные продукты. Но хочу заметить, биоактивные бактерии и сыворотку не использует ни один производитель. Цепочка создания ценностей – тоже очень важный пункт нашего проекта. Мы разделили его на четыре этапа. Первый этап – это доставка материалов. Вы видите четыре ингредиента нашего продукта. Этот этап отдается на аутсорсинг. Следующий этап – это производство, переработка и упаковка. Упаковка идет также на аутсорсинг. Вы видите на экране ферментер. Если у вас будут какие-то вопросы по конкретному созданию нашего продукта, у нас есть патент на производство, на создание. И мы вам ответим после презентации. Также следующий этап – это доставка, аутсорсинг и маркетинг. Мой коллега очень подробно рассказал бизнес-процесс. И увидев этот бизнес-процесс, мы сформулировали следующую цель. Как же добиться доходности в 40% и завоевать долю рынка в 1-2%? И, конечно же, эту бизнес-цель нам нужно достичь, следуя некоторой маркетинговой стратегии, которая гибка, которая будет проходить несколько этапов. И сначала первым этапом мы будем использовать оптовые продажи санаторием и пансионатом по 10 литров тара. И оптовая цена будет достигать 140 рублей за литр. Маркетинговые средства, инструментарии продвижения – это личные контакты, конечно же, мы будем работать сами. Event marketing на конференциях, на форумах и что-то подобное. И интернет-продвижение. Но впоследствии мы планируем выйти за рамки пилотного проекта, который мы думаем реализовать в Подмосковье и Москве. И выйти как за географические рамки в Центральной России, либо в Германии. И наша коллега Анна-Мария согласилась помочь нам в этом. Также мы расширим продуктовую линейку нашей продукции. И также будем реализовывать розничную продажу через различные дистрибьюторы, через различные дистрибьюторы аптеки, салоны красоты, и розничные, и оптовые сети торговли. Финансовая составляющая нашего проекта. Капитальные вложения для реализации проекта составят 5,5 миллионов рублей. Окупаемость проекта наступит через два года. Примерный доход составит 40%. Выйти на экране также прибыль, примерно и доля рынка, которую мы планируем захотеть. Структура, которую мы выбрали – это общество с ограниченной ответственностью, во главе которого будет стоять генеральный директор, под его началом технический директор, менеджер по продажам и главный бухгалтер. Но, конечно же, мы не смотрим на наш проект с войс розовой очки. Мы осознаем риски. И самым главным, самой главной категорией рисков – это рыночные риски. И барьеры для входа на этот рынок, конечно же, велики. Также существует риск вытеснения нас конкурентами, уже состоявшимися на рынке, и также колебания спроса за счет сезонности. Также есть риск физиологический, какие-либо побочные эффекты. Мы оценили эти риски в соответствии с нашими предпочтениями в нашей проектной группе. Вы их видите голубым столбцом, они отражены. Но также мы придумали меры снижения этих рисков, получение сертификаций различных, активная маркетинговая стратегия и позиционирование нас в сегменте био-косметики как достаточно дешевая экономичная продукция. И клиент получает value for money, то есть очень качественный продукт. Также будут проводиться последующие исследования, и мы планируем запустить наш проект перед сезоном, бизнес-сезон, перед летним сезоном, и уже одновременно искать дальнейших клиентов. В заключении хотелось бы сказать, для реализации нашего проекта потребуется 5,5 миллионов рублей. Окупаемость наступает через 2 года. Примерный доход составит 40%. И в итоге мы получаем полезный, эффективный, а главное, натуральный продукт. ByVetalize. Живи, оживляя. Спасибо за внимание. Уважаемые члены жюри, коллеги, если у вас есть вопросы, мы с удовольствием ответим на них. Спасибо. Работает, да? Поближе, да? Уважаемые коллеги, у меня к вам такой вопрос. Вы сказали, что для производства вы будете нанимать внешних подрядчиков, да? То есть у вас не будет собственного предприятия. Вы изучали вопрос, то есть какие в России есть предприятия, которые могли бы взять в свое производство вот по вашей технологии данную биомаску? Спасибо за вопрос. На самом деле производство мы реализовываем сами, но закупку, доставку и упаковку мы производим за счет аутсорсинга. Но производство мы планируем реализовывать сами. И, ну, как бы, да, исследование рынка ведется, но так мы, да, думаем просто делать это сами. Второй вопрос еще, да, такой. Как известно, органическая косметика, она имеет малый срок хранения. А вот вы над этим вопросом думали? Совершенно верно. Наша косметика имеет срок годности, ограничение по сроку годности один месяц. И поэтому мы берем сначала пилотный проект, и наше предприятие, оно само расположено тоже в Подмосковье. И сначала мы берем именно Подмосковье, чтобы доставка не занимала очень много времени, и именно реализация происходила достаточно быстро. Но также, ну, интерес к биокосметике, именно ко всему натуральному есть. Поэтому мы верим, что наше производство будет сгуваться, ну, как бы, мы будем производить по мере накопления, по мере получения клиентов. И мы это учитываем в нашей бизнес-модели и в нашей маркетинговой стратегии. Спасибо. Спасибо. Вопрос. Полошу. Вопрос. Это медицинский препарат? Это медицинский препарат? Это медицинский препарат, косметический. Он подлежит сертификации? Сертификация, да. Вы это учли в бизнес-плане, что на это нужно деньги? Да, 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 государственный клиент. То есть время на его адаптацию? Да, 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 да. Совершенно верно. Это в бизнес, в деньгах выучено. И в рисках это как основной, я добавлю просто коллеге, что это как основной риск, это именно госрегулирование. Вот для меня, ну, я бы не сказал, что я большой аллергетик, да, или аллерген, как правильно сказать, аллергик, я посмотрел риск, вы как-то обошли, наверное, случайно обошли этот вопрос. Но он серьезен вообще, ну вот именно риск аллергического воздействия, аллергия. Нет, это было написано, но как вот с этим-то бороться? И в каком объеме он вообще вызывает аллергию? Это на самом деле, если вы пишете побочные эффекты аллергии, значит, ну вы отсекаете уже рынок. Или вы будете насильно все-таки мазать? Конечно, сильно быть мил не будешь. И мы как раз, да, 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 сейчас, да, мы, во-первых, будем проводить дальнейшие клинические испытания, а во-вторых, тут суть именно проекта состоит в том, что минимальное количество компонентов, и они, то есть если у вас есть аллергия на компоненты, то автоматически, ну вы, конечно, отсекаетесь, и вы не можете использовать эту маску. Но из-за натуральности и отсутствия никаких консервантов в этой маске не используется, никаких реагентов, каких-то спирта нет. И поэтому мы не исключаем этот риск, мы как раз его учитываем и принимаем во внимание. Но нам думается, что натуральность этого продукта как раз, этот риск снизится. Замечательно, заканчиваем потихонечку вопросом. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, я хочу к жюри сказать, что у нас тоже, видимо, получается маленькое, так сказать, такое состязание. Нам нужно в три минутки все-таки своими вопросами и как-то уложиться. Поэтому… Уважаемые коллеги, на сцену приглашается команда номер два «Счастье жить». Готовится команда «Эко-клининг». Я бы хотела еще раз напомнить, что у нас осуществляется синхронный перевод, поэтому, пожалуйста, коллеги, говорите громко для того, чтобы вас было слышно. Спасибо. Друзья, мне хочется по-особенному представить эту команду. Она пришла к нам. Это представители колледжа. Они, видимо, сами сейчас о себе скажут. Вот в этой связи это то, что приросло в ходе нашей игры. Надо сказать, что это целиком инициатива этой группы. Поэтому я прошу отнестись к ним с особенным вниманием и тщательностью, поскольку это такой сверхинициативный проект. Пожалуйста. Здравствуйте. Наша команда называется «Счастье жить». Представители нашей команды это Антропова Полина, Кольского Кристина и Самедова Гульнар. То, что без чего кажется, наша жизнь сейчас совсем нереальна и медленно нас убивает, а именно теплоэлектростанции и атомные электростанции, которые в большей мере способствуют выбросу в атмосферу разных вредоносных веществ и парниковому эффекту. Поэтому мы придумали альтернативный вариант с помощью умных стульев. Наши стулья будут генерировать генетическую энергию человека и перерабатывать ее в электрическую, тем самым питая весь стадион электричеством и светом. Также у нас есть умные полы. Принцип их действия стоит в том, что давление, получаемое при шаге человека, перерабатывается с помощью генератора в электроэнергию. Отличие нашего продукта в том, что мы вырабатываем экологичную энергию и конкуренции на рынке нет, потому что такой инициативы, такой идеи в данный момент в России нет. Мы рассмотрели риски для нашего предприятия и поняли, что основным из них является невостребованность товара на рынке из-за его новизны, так как людям непонятно, что это такое, по какому принципу это действует и будет ли это выгодно. А также, конечно, непредвиденные затраты и инфляции. Мы провели математические расчеты, рассчитали то, что один стадион в среднем в сутки затрачивает 10 тысяч киловатт электроэнергии. Наши стулья будут за один футбольный матч 90 минут при активных болельщиках вырабатывать от 15 тысяч минимум до 27 тысяч киловатт электроэнергии, а умные полы от полутора до трех тысяч. Тем самым, через 2-4 года стадион полностью окупается и начинает работать себе в прибыль. Для изготовления наших стульев нам потребуется готовое изделие, которое мы будем закупать из разных заводов, привозить к себе в цех, соединять и доставлять на место заказа. Также мы провели расчеты и выявилось, что нам потребуется инфляция в размере 4 миллионов рублей. Выгода инвестора состоит в том, что у него будет бесплатная реклама фирмы, доход его будет составлять 10% от нашей прибыли и окупается все его деньги через 4 года. Спасибо большое за внимание, будьте креативны. Аплодисменты команде и слово жюри. Кто хочет задать вопросы? Нет желающих? Есть, есть все-таки. А все-таки технически что-нибудь есть, какая-нибудь схема переработки? В смысле изготовления стульев на полу? Мы рассчитали то, что человек затрачивает энергию в среднем при пассивном действии, то есть человек сидит, человек просто дышит, он затрачивает в сутки в среднем полторы тысячи килокалорий. Ученые доказали, что во время футбольного матча активный болельщик затрачивает 2,5 тысячи килокалорий. Из расчета того, что 100 килокалорий равны 100 ватам электричества, мы будем генерировать как раз эту энергию. Получается, что 70-тысячный стадион, который, ну, средний масштаб стадиона, это 70 тысяч мест, будет вырабатывать минимально от 15 тысяч, если болельщики будут не очень себя вести, или 27. Понятно. Ну, то есть, если футболистам приделать это же устройство, то они еще больше будут добавлять энергии, да? А если бы на футбольном поле сделать соответствующее покрытие и так далее, да? Да. Спасибо. Мы продолжаем. На сцену приглашается команда номер 3, команда «Эко Клининг» и готовится команда «Лик Киллэс». Раз, раз. Раз, раз. Раз, раз. Инженер, технический лейтер, Алисия, лейтерин из маркетинга, и я, Барбара, я руководитель для интернациональных отношений. Биттешн, Илья. Сфера применения нашего проекта – это различные промышленные отрасли, в основном пищевые отрасли. Проблема заключается в следующем. Оборудование загрязняется в процессе эксплуатации. Оно выходит из строя и, следовательно, нуждается в переоснащении, а это значит остановка производства, а следовательно, это финансовые потери и временные. Цель – увеличение показателей качества и скорости очистки к ее стоимости. Решение технологии NitroClean. На данный момент существуют различные методы очистки. Это механическая, гидроструйная, гидроабразивная, химическая. Но также сейчас еще существует очень хорошая технология – это очистка сухим льдом. У нее множество преимуществ по сравнению с традиционными, но она является дорогой. Наша технология является дешевле оборудования нашей технологии на 60-80% относительно этой технологии и потребление ресурсов на 20-30% меньше. То есть наша технология является перспективной. Вы можете наблюдать эволюцию методов очистки во времени. Рынок очистки сухим льдом разделяется на две части. Это компания, которая производит оборудование. Это компании американские, находятся все в Штатах. Примерный объем рынка – это 2-5 миллиардов рублей. Также второе направление рынка по очистке сухим льдом – это клининговые услуги. Эти компании в основном у нас доминируют в России, и также существует международная компания «Конка», которая уже 80 лет на рынке клининговых услуг. Они, разумеется, закупают оборудование у этих компаний. Сравнение технологии очистки сухим льдом. Традиционная, которая сейчас используется по всему миру и нитроклининга. Вы можете наблюдать технологию, при которой реализуется очищение сухим льдом. Они используют дорогое оборудование для производства сухих гранул, перевозка, хранения, а также в конце дорогое оборудование, которое само очищает поверхность. Наше оборудование, наши технологии намного дешевле. Используют дополнительный еще один ресурс, и на выходе сразу имеем эффект очищения. То есть, проанализировав цифры, мы поняли, что экономия почти 4, чуть больше 4 миллионов рублей на одну клининговую компанию, а их около тысячи по всему миру. Дальше вам расскажет Илья про стратегию развития. Уважаемые жители, здравствуйте. Значит, я вам расскажу про стратегию. Сейчас мы находимся на стадии технической идеи. То есть, нам необходимы инвестиции для того, чтобы реализовать нашу идею и выпустить первую единицу нашего оборудования. Впоследствии мы испытаем ее и произведем еще дополнительно несколько промышленных образцов и образуем клининговую компанию. Впоследующем мы собираемся развивать рынок очистки в России, получать дополнительные инвестиции. И в связи с этим мы собираемся выйти на более высокие показатели доходности и собираемся выйти на более высокую прибыль и образовать собственные производства этого оборудования. Так как рынок, объем этого рынка много больше, чем просто клининговая компания и оказание услуг. Значит, на основе финансовых расчетов мы можем представить диаграмму дисконтированных денежных потоков. На основе чего мы можем сказать, что проект полностью окупится через 4,5 года, мы можем вернуть деньги инвесторам. Показатель PI, то есть рентабельность инвестиций, составляет около 7. А также консолидированный доход дисконтный составляет 50 миллионов рублей. Мы провели свод-анализ. Вы можете наблюдать его на экране. Значит, это влияние внутренних и внешних факторов на компанию. Доминирование, очевидно, сильных сторон над слабыми. Слабые стороны можно устранить в процессе разработки и дальнейшей разработки нашего проекта. Уважаемые жюри, прошу обратить на бизнес-модель нашей компании. Изначально мы создадим прототип оборудования и создается клининговая компания. Клининговая компания начинает работать на рынке и завоевывает клиентов. За счет этого мы формируем рынок сбыта. После того мы начинаем работать над производством масштабного массового оборудования и расширяем дистрибьюторскую сеть. Наше оборудование будет поставляться как для клининговых компаний, кем будем являться мы также на рынке, и также будет являться неким готовым решением для промышленных отрастей. Это будет модуль, который будет встраиваться в промышленные машины и позволять экономить на той технологии классической, которая сейчас применяется. Система менеджмента выглядит следующим образом. Так как у нас будет создавать серьезные компании, так как у нас очень сильные конкуренты, разумеется, нам нужно привлекать большие инвестиции и серьезно относиться к дальнейшей работе. Поэтому мы будем закупать сразу готовые, высокоэффективные решения мирового уровня, сразу под ключ, такие как маркетинговая система, система менеджмента качества, управление проектом, контроликом производства. Также у нас управление всеми главным центром и филиалами будет происходить с помощью любой ERP-системы наподобие Аксапты или САП. Она будет распределять следующие ресурсы – производственные, трудовые и финансовые. Тем самым будет оптимизировать работу нашей бизнес-модели, следовательно, получать максимальный доход. Маркетинговая модель, которую мы предлагаем для своей компании, будет строиться из продуктовой линейки, которая будет состоять в продаже оборудования, будет оказание клининговых услуг, сеть партнеров. Мы планируем расширение сети партнеров в регионах. За счет этого мы и дешевизны нашего оборудования, мы будем развивать малый и средний бизнес и влиять на рынок. После этого рынок сбыта у нас будет формироваться как раз через наши партнеры, которые будут работать в регионы, и своя система продаж. Итоги. Инвестиции 30 миллионов рублей, срок окупаемости 4,5 года и прибыль свыше 7 миллионов рублей в год. При учете, что это только клининговая компания, а не производство оборудования. Спасибо. Уважаемые жюри, вопросы? Огромное спасибо. Очень хорошая презентация. Реально очень понравилась презентация. Вы Бауманка, да? Я так понимаю. У вас предприятие создано? У вас создано малое предприятие? А что? Какая форма? На данном этапе у нас только научно-исследовательская работа и первичный анализ рынков и конкурентов. Но вы не собираетесь создавать под этот проект, наверное? Потому что это имело бы смысл сделать, это очевидно, с моей точки зрения. Да, конечно. Спасибо. Насколько защищена эта технология от копирования? Патента на данный момент нет. Но чтобы сделать патент, мы столкнулись с такой проблемой, это применение этой технологии. Как вы знаете, при подаче патента это нужно указать применение технологии. А применение технологии, оно очень масштабное. Это куча отраслей и возможно еще какие-то появятся варианты применения. И хотелось бы понять, почему вы одновременно хотите и сами продавать это как услугу и выступать поставщиками оборудования. Зачем смешивать две бизнес-патент? А не смешивать. У нас сначала первая стадия, это клининговые услуги. Мы ищем мелкие инвестиции, то есть это 30 миллионов рублей. А дальше, как мы поймем, что оно действительно продвигается, его покупает и пользуется услугами, мы будем производить оборудование и вымещать просто конкурентов с мирового рынка. То есть в дальнейшем вы не будете сами предлагать услуги, будете оборудование продавать. Да, но также мы можем своя сеть, остается дочерней компанией, которая занимается клининговыми услугами также. Это уже зависит от стратегии работы с конкурентами. Спасибо, ребята. Большое спасибо. Уважаемые участники, уважаемые гости, я думаю, всем будет интересно узнать, кто же работает сегодня с нами, кто оценивает наши проекты. Сейчас мы бы хотели представить наше уважаемое жюри. Команда, готовьтесь, пожалуйста, следующее. Итак, пока проверяется оборудование, я хотела бы, но это в большей степени для ребят, сообщить, что сегодня жюри, высокое жюри, которое оценивает ваши проекты, представлено господином Ханс Фридрих фон Плёцем, чрезвычайным и полномоченным послом ВРГ в Российской Федерации в 2001-2004 годах. Этот замечательный человек принес огромную пользу молодежному движению России и Германии, потому что именно благодаря ему было принято в 2004 году соглашение, по которому наши обмены могут осуществляться на бесплатной основе. То есть визы для молодых людей в рамках этих обменов ничего не стоят. И это великое достижение. И этот человек сегодня специально прилетел на один день на ваш конкурс. Далее, господин Нечаев, президент фонда международных молодежных обменов, он еще летит, он у нас был в Германии, но сегодня к часу он абсолютно точно будет. Члены жюри. Протасова Наталья, заместитель директора Тисен Круп АГ Москва. Марина Бидер, заместитель директора ДААД Москва. А сейчас я расскажу страшную... Вы знаете, да, русские ребята, что это служба по академическим обменам между Россией и Германией. Ну, не только между Россией и Германией, она по всему миру распространена, но конкретно вот представительство в России. Иван Бирюков, руководитель программ по развитию социального бизнеса, российский микрофинансовый центр. Ирина Десятникова, Геоте-институт. Наталья Гостева, директор института финансово-экономических исследований Финансовой академии при правительстве Российской Федерации. Дина Соколова, руководитель Национального координационного бюро по молодежным обменам с Федеративной Республикой Германии. Станислав Астров, директор по развитию компании «Солев». Вы знакомы со Станиславом, он давал мастер-класс в немецком доме для вас. Ольга Ермилина, заместитель генерального директора Института экономических стратегий. Светлана Волкова, начальник управления Департамента семейной и молодежной политики города Москвы. Юрий Титов, заместитель директора новой экономической программы управления делами президента. Евгений Балашов, член Президиума Московской городской организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Евгений Головинов, заместитель ответственного секретаря Российского координационного комитета форума «Петербургский диалог». Владимир Пичугин, департамент образования города Москвы. Карлос Немер, Федеральный университет Рио-де-Жанейро. И сейчас я хотела бы предоставить слово Сергею Ножову, заместителю руководителя Департамента семейной и молодежной политики города Москвы. Поприветствовать вас. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, прежде всего, наши замечательные гости из Германии. Очень радостно вас видеть на выставке НТТМ в преддверии Дня молодежи здесь, в Москве. Действительно, желаю сегодня всем командам, во-первых, действительно выступить с достойной презентацией. Уверен, что победит сильнейший. Но не сомневаюсь, что каждый из вас при определенных усилиях и при определенной степени проработки и доработки ваших проектов обязательно найдет инвестора, чего я вам искренне желаю. В добрый путь. Уважаемые коллеги, на сцену для презентации приглашается команда LeakKillers. Готовится команда EcoDescent. Друзья, поактивнее, поактивнее аплодируем друг другу. Мы столько вместе над этим работали. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Добрый день, уважаемый экспертный совет, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас и рады представить наш проект LeakKillers. Взгляните на этот стакан с водой. Эта вода набрана сегодня здесь, из московского водопровода. Эта вода оплачена дважды. Вдвойне была взята воды из природы, вдвойне была использована энергия, вдвойне было затрачено ресурсов. И все-таки на пути к потребителю половину этой воды мы потеряли. Почему? Это происходит из-за неудовлетворительного технического состояния трубопроводов водоснабжения. Темпы износа которых не значительно опережают темпы ремонта. Безусловно, открытые методы ремонта сегодня уже морально устарели и не находят широкого применения в городах. По крайней мере, не должны находить. А бестраншейные методы зачастую не оправдывают наших ожиданий ввиду малой универсальности и высокой стоимости производства работ. Для устранения этих недостатков нами был предложен новый метод восстановления трубопроводов, основанный на формировании на внутренней поверхности трубы упрочненной цементной оболочки. Указанный метод позволяет при обеспечении равных либо лучших технических характеристик производить работы по восстановлению трубопроводов в 5-8 раз дешевле, чем конкурирующие технологии. Отметим, что рынок услуг по ремонту трубопроводов имеет стабильную положительную динамику. Суммарная емкость рынка по России составляет около 9,5 триллионов рублей. Наша бизнес-модель выделяет в качестве основных и приоритетных клиентов крупные организации операторы коммунальной инфраструктуры, а также производственные предприятия, которые располагают значительными трубопроводными фондами. Данее мы используем дополнительные технологии, которые позволяют нам привязать чему-то новый материал дару. Дима, по-настоящему дарунualе. Произволье мы должны получать дополнительные технологии операторы. Как shades к конкуриентам мы fully можем реализовать пакеты, которые индивидуально применять институруют. Далее мы выбрали три компании, которые мы можем получить клиенту облашать. Это первое, которые мы хотим. Мы хотим, когда Компания несем, чтобы, когда мы вкратце обстракивать, то есть, что при 3-дюре-дюре-дюре-дюре вы получите 3%, при 5-дюре-дюре-дюре-дюре-дюре-дюре-дюре и при 10-дюре-дюре-дюре-де-жей-дюре. В том числе, что мы гораздо больше всего неудачно, чем все другие конкуренты. Поэтому мы создали нашу систему, которую мы 1-1 это назвали, то есть максимум 1 месяц, чем мы отражаем для того, чтобы мы в Азербайзе, и еще минимум 1 часа до сих пор до сих пор до сих пор. И так происходит наш финансовый план, в котором мы с более 16 Миллионами рублян в основном инвестировании. В нашей инвестировании 7 лет и в этой инвестировании с 46% и в этой инвестиции 34% мы можем использовать в 7 лет, который он наметал, в 7 лет почти в 5-фахе. Таким образом, мы достигаем уже два года как мы видим, как мы здесь видим. Но зависит от этих очень позитивных финансов, существует большинство рисков, которым мы достигаем. Первая группа рисков, это тяжелый разговор к этому консервативному рынку. И особенно, это большая роль, что мы по поводу денег, и в частности, мы по-разному неизблемо известны поедравно-сментируйским промышлением. Друзья, еще и административные проблемы недоступны с таким образом, как правдом процессов, и более, chasing броиз ampолизируем. Вторая проблема, что очень приятен в процессеiento произошло и последие крайне. И начнем, как фунтируйов, Продолжение следует... 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 Раз. Раз. Добрый день, уважаемые дамы и господа! Команда ЭКОДЕСАН представляет вашему вниманию проект «Технология получения биоудобрений». Что мы можем? Мы можем из всего этого, что имеется в каждом уголке нашей земли, получить биоудобрения. Перед миром обострились проблемы накоплений и утилизации отходов органического происхождения. Помимо этого, отсутствуют безопасные биологические удобрения. И не мне вам говорить о постоянном росте цен на энергоносители. Для решения этих проблем мы предлагаем технологию получения биоудобрений. Мы предлагаем перерабатывать отходы органического содержания, деревья, ветки, листья, траву в биоудобрения. В результате реализации нашего проекта появится биоудобрение широкого пользования. Повысится энергетическая безопасность сельхозпроизводителей, а также улучшится экологическая обстановка территории, где будет применяться наша установка. Коллеги, на данном слайде мы хотели бы показать вам объем инвестиций в наш проект. По предварительным расчетам он составляет порядка 22 миллионов рублей. В эту сумму входят как научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Это и разработка опытного образца, это и оборудование. То есть это вся та сумма, которая необходима нам от начала до конца проекта. Что же получит инвестор? Какая выгода нашего проекта? Во-первых, окупаемость проекта составляет 2,5 года. Мы планируем на первом этапе продавать пока что биоудобрение по цене за 1 тонну 4,5 тысячи рублей. Мощность нашей установки составляет порядка 10 тонн в сутки. Таким образом, мы планируем получить прибыль в размере 16,5 миллионов рублей. И взаимодействие с инвестором мы планируем по стратегии 20 на 80. После того, как мы разработаем нашу технологию, протестируем, создадим опытный образец, следующее наше действие. Мы заключаем контракты с заводами на выпуск нашей продукции. Мы начинаем заниматься рекламной кампанией, подписываем контракты на поставку сырья, ищем сразу покупателей, также заключаем контракты. После этого запускаем уже непосредственно наш цех, нашу установку, и взаимодействуем уже, работа с клиентами ведется дальше. Маркетинг мы представили как бы в четырех гранях. Мы хотим сказать, что, во-первых, наш продукт – это биоудобрение. Дальше мы планируем представлять самую установку. То есть наши клиенты могут быть как и фермеры, так и какие-то крупные комплексы животноводческие, которые, например, будут эту установку у себя устанавливать. И те клиенты, которые будут заказывать у нас биогазовую установку, они будут получать удобрение, биогаз, так же как добавочный продукт – это бесплатную установку и сервис в течение двух лет. Планируем продвигать наш проект, это, во-первых, через Министерство сельского хозяйства, так как куда фермеры обычно обращаются за информацией, это в интернете. Также проводить какие-то семинары, конференции, мастер-классы. Как и основных клиентов нашего проекта, мы выделили крупных сельхозпроизводителей, это фермеры, крупные животноводческие комплексы, муниципальные учреждения города и теплосети. Также в результате проекта мы выделили некоторые риски. Первый риск – это нестабильность штамма бактерий. Следующий риск – это неэффективная технология оборудования и невостребованность на рынке. Для минимизации этих рынков мы заключили партнерские отношения с технопарком Астраханским государственным техническим университетом и Казанским государственным техническим университетом. Ну что, дамы и господа, сделаем мир лучше? И коллеги, коллеги, еще хотел добавить, что у нас есть сайт компании, где вы можете ознакомиться с данным проектом, а также с рядом других проектов. Тема жюри, вопросы? Я, как просто рекомендация, но потом, может быть, не предстоит высказаться. Очень узко смотрите на мир. Мы хотим, если мир сделать лучше, надо смотреть на российский рынок шире. В частности, Новосибирская академия наук была бы вам хорошим партнером, если вы туда с ними спишетесь. Даю наводку, институт механохимии. Конкретно занимаются штаммами бактерий, которые у вас нестабильны. Спасибо большое. Спасибо. Мы как раз контакты ищем активно тоже везде. Спасибо. Поаплодируем команде. Дорогие друзья. Я думаю, мы еще раз поаплодируем, так как мы прошли половину наших проектов. Аплодисменты. Мы приступаем ко второй половине. На сцену приглашается команда Аквас. Готовится команда The Green Farmers. Добрый день. Мы очень рады видеть вас здесь и сегодня. И представляем свою команду Аквас, которая состоит из главным образом охотниковой Ксении, инженера-эколога и автора нашего проекта, из Виктора, специалиста в области устойчивого развития, и меня, Екатерина, специалиста в области международных отношений. Ни для кого не секрет исчерпаемость источников природных ресурсов. И в последнее время роль воды как природного ресурса значительно возрастает. Соответственно, проблема очищения воды очень велика и довольно-таки это актуальный вопрос. Мы предлагаем инновационный метод по определению уровня загрязнения поверхности воды, который подразумевает использование современного оборудования и также новых методов по анализу и контролю. Таким образом, мы представляем вам наш проект применения дистанционных физических методов по определению уровня органического загрязнения с точных вод. Что представляет собой данный процесс на современном этапе? Для начала это, конечно же, сбор образцов и последующий довольно-таки долгий процесс изучения анализов в лаборатории. Дистанционный метод, основанный на применении нашего способа, подразумевает сокращение временных затрат и, конечно же, денежных. В чем заключается идея нашего проекта? Мы предполагаем создание базы данных растворов, которые могут быть загрязнителями воды, на основе которых может быть проведен более четкий и легкий способ анализа. То есть при помощи радиометров и тепловизоров получаются снимки, сопоставление которых с нашей базой дает полную информацию о загрязнителе. Инновационные преимущества данного проекта – это использование чистой зеленой технологии, короткий срок окупаемости, широкая область применения – это промышленность, медицина, нанотехнологии, и все вместе это дает реальную финансовую выгоду. Для создания базы данных необходимы некоторые комплектующие, измерительные установки, а также реактивы. Примерные инвестиции составят 15 миллионов рублей, а предполагаемый срок окупаемости – полтора года. Наши основные потребители – это промышленные предприятия, их больше всего, станции водоочистки, некоторые организации мониторинга окружающей среды, а также дистрибьюторы радиометров и тепловизоров. Организация данного проекта планируется осуществляться данным образом. Изначально проводятся исследования ученых, потом мы планируем вклад инвесторов и закупку необходимого оборудования и реактивов. На этой основе мы составляем базу данных свойств распоров, после чего планируется внедрение на клиентский рынок и получение прибыли, которая будет выгодна нашим инвесторам. Бизнес-решение состоит в том, что после получения планируемого патента мы уже на начальном этапе исследований создаем свой сайт с постоянным обновлением результатов исследований. Также мы участвуем в различных конференциях, симпозиумах, печатаемся. Конкретно это могут быть публикации в научных журналах, газетах. Существуют также риски политического характера. Это могут быть кризисные явления в экономике, ну и также обычный человеческий фактор с применением установок и приборов. Что касается нашей стратегии, то, конечно же, это в первую очередь выход на российский рынок и внедрение нашей разработки на отечественные предприятия, ну и уже последующее завоевание мировых рынков. Нашими экспертами возлагается большая надежда на этот проект, поскольку нашим лейтмотивом является поддержание принципов устойчивого развития. И хотелось бы в конце озвучить наш девиз «Дистанционное применение – лучшее решение». Спасибо за внимание. Большое спасибо. Уважаемые жюри, вопросы, комментарии? Нет вопросов, нет комментариев. Аплодисменты. Спасибо команде. Спасибо большое. На сцену приглашается команда «The Green Farmers». Готовится команда. Второй шанс. Что ж, добрый день, уважаемые жюри. Добрый день, дорогие друзья. Наша команда специалистов «The Green Farmers» представляет вашему вниманию суперэкономичный и экологичный проект «Cool Green Milk». Друзья, думаю, не каждый из вас знает о том, что молоко сразу после даяния необходимо охлаждать. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, какова температура... Раз, раз. Вот это вот пульта. Комнатная. Абсолютно верно. Она приняла температуру окружающей среды. Именно по этому принципу мы создали свой проект. Холодная родниковая вода протекает через спиралеобразные радиаторные решетки нашего агрегата. И молоко, которое находится в этой сиденье, охлаждается. Охлаждаясь, ее ценность увеличивается в два раза. Два, три. Прошу прощения. На этом слайде показана как раз-таки схема действия нашего агрегата. На сегодняшний день в России насчитывается порядком 20 тысяч фермерских хозяйств, в каждом из которых около 300 коров. И очень скоро все эти фермеры будут нашими клиентами. А потому инвестиции в наш проект начнут окупаться уже через два года. Что касается стоимости агрегата. Стоимость общая составляет 41 тысяча рублей. В чем же преимущество над другими агрегатами иностранными, которые работают на основе вредного газа для нашего озонового слоя, фреона? Они стоят порядка миллионов рублей и даже дороже. А вы видите, наша установка довольно доступна для наших хозяйств. Объем инвестиций составляет 19 миллионов рублей. Здесь показано, на что деньги будут потрачены. Что касается нашей бизнес-модели, по какому принципу будет функционировать наше акционерное общество, мы принимаем заказы, производим данный агрегат, проводим логистику, дальше устанавливаем на фермерском хозяйстве данное оборудование. Криент начинает его использовать. Если возникают какие-то вопросы по тех помощи, то он обращается обратно к вам, к нам. Если же все в порядке, нас ждет успех, прибыль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Среди недели мы будем работать в компании вакурутина. Мы можем вакуроваться и не вакуроваться. Дополнительно, могут получить вакурутина к компанию. Как мы делаем? При этом замечательном контенте для строя рабочего труда. Например, для многих отношений от 5 лет, например, у нас всегда есть 1 месяц. Или мы организ организация технические проблемы, чтобы мы занимаемся. Конечно же, мы хотим вести новые новые Kunden. Мы получаем ПР-Акционы. Мы показываем Протопы, мы ладим интересные группы, и мы показываем Протопы. И мы также хотим это сделать спонсоринг. Я могу очень хорошо представить, что спартак москва, что спартак москва в своем Трикот у нас есть логи, вместо других. И через несколько минут, как в России, мы всегда присутствовали. Сейчас спросите, че че, как мы финансируем? Узначить в том, что в российском и русском Интерессе совмещали нашу новую инновацию. В этом случае, как в России 25% капитал, Затем, это 5 млн. рубль, и в России 25% с 5 млн. рубль. В России будет дополнительный висенстрансфер, то, что инженеры на России, которые приведут, как они новые технологии используют. В России будет стоять в России, чтобы создать деньги в России, чтобы мы продать в России, чтобы создать деньги в России. В России, например, 10 млн. рубль, они будут приваты инвестированы. Для Инвестора ставим Unternehmen, которые также участвуют в Милепродукте или в продуктах продукции, чтобы эти Греты поставить. И если мы не смогли приватные инвесторы, пока мы не сможем, то мы не сможем. Для Баурова ставим именем Кредит. Для Баурова ставим именем Кредит, чтобы они купить эту машину, чтобы российский и государство или банки именем Кредит, чтобы это финансируется. Потому что только так мы можем вместе с Русской революционной революции в Россию. Спасибо. С электричества на биотопливо. Это позволит нам, во-первых, увеличить популярность зеленой экономики в России, а во-вторых, сократить издержки на топливо до 40%. Друзья, ну а закончить хотелось бы словами. Давайте шагать к зеленой экономике все вместе. Спасибо. Поблагодарим команду. Спасибо за внимание. Аплодисменты. Меня хорошо слышно? Ну а сейчас мы готовы ответить на ваши вопросы. Уважаемое жюри. Я просто помощь эксперта попросил, пока вы докладывали. Значит, эксперт говорит, что да, сегодня уже артезианская вода используется на наших фермах, вот этих 20 тысяч, о которых было сказано. Но в России не везде, как известно, есть артезианские источники. Это проблема. Артезианская вода, родниковая вода не везде есть. Вот все-таки понять, 19 миллионов инвестиций, это что, куда они идут, на производство чего, воды самой, водоподготовка или что? Нет, естественно, спасибо большое за вопрос. Во-первых, 19 миллионов пойдут на организацию предприятия, которое будет как раз таки, как сказал мой коллега, составные части будут привозиться из Германии, так как они более дешевые. Так как у нас такая коалиция с нашими коллегами из Германии будет. И они привозят нам оборудование. Мы сами делаем вот эти вот агрегаты и поставляем их нашим фермерским хозяйствам. Комментарии насчет того, что они уже давно используются. Я сам из города Казани изучил татарстанский рынок. Наши холдинги, в частности, большая компания ВАМИН, она как раз работает на основе импортных агрегатов для охлаждения, а они работают на основе фриона, вот этого вот газа. И они очень дорогие на самом деле. Холодная, родниковая вода у нас не используется. Молодой человек. А кто вам сказал, извините, что немецкое оборудование будет более дешевое, чем какое тогда оборудование? Чем китайское или чем какое? Дело в том, что они технологии, естественно, у них технологии как бы более развитые и они более доступны. А так как у нас идет поддержка со стороны двух государств, они будут дешевле для нашего предприятия. С рынком мы готовы всегда платить немецкому товаропроизводителю. Но я хочу сказать, что существуют у нас агрохолдинги и агроассоциации, которые готовы даже координаты дать. Надо посмотреть все-таки по цене, потому что у нас тоже безработных много, так же, как и в Германии. Спасибо. 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 Ich würde sagen, die Grundidee ist ja, dass Deutschland aktiven Wincentransfer macht, dass die russischen Ingenieure auf deutschen Stand gebracht werden, damit diese dann auch selbstständig diese grüne Revolution weiter voranbringen können. Das ist die Grundidee, dass es gemeinsam geschieht. Und das wird ja auf der G20-Konferenz so beschlossen und das steht ja auch in den UN-Konventionen. Daher müssen beide Staaten da auch zusammen kooperieren. Und dann ist das auch möglich. Ja. Давайте возьмем теперь наш микрофон. Ich möchte просто уточнить. Ich denke, dass Sie die Idee und die Technologie hier einfach und einfach hier verhälte diese Produkte. Das ist, dass sie dieses Projekt ist. Die Idee ist, die wir in diesem Bereich, in diesem Bereich. Wir werden nicht die Idee, das zu organisieren. Wir werden nicht die Technologie, die wir in der Lage haben. Wir werden nicht die Technologie, die Technologie, die wir in der Lage haben. вот эти вот трубы какие-то именно я хотел бы добавить вот как раз в блок что назвали спирали образные трубы московский тушинский марш завод эти трубы прекрасно делает даже с поставками в латинскую америку поэтому все-таки давайте маркетинг коли вы резидент российской федерации давайте мы тоже посмотрим более внимательно и проведем маркетинговые исследования на российских товаропроизводителях поэкспериментируем очень большое количество особенно в оборонно-промышленном комплексе таких предприятий которые могут не хуже работать с нержавеющей сталью спасибо спасибо большое проектная наша команда она состоит как раз и специалистов и наш специалист из германии маркетолог и меня как руководителя проекта он очень убедил что у них и дешевле и лучше покупайте у нас спасибо большое за внимание большое спасибо команде большое спасибо жюри на сцену приглашается команда второй шанс готовится команда поле крафт раз здравствуйте я слышно здравствуйте вас приветствует команда второй шанс наш и вернись к природе и так меня зовут рубина я маркетолог и сначала хотел бы задать вопрос вам вот эта картинка нравится красиво да да вот я вижу глаза прям заблестели а скажите а вот это нравится знаете что это такое это мертвая утка которая погибла это нефть и шлама нефть и шлам это подбочный продукт который появляется при переработке нефти и так ежегодно 10 миллион тонн нефть и шлама появляется в россии каждый год до этого страдает наша природа и мы сами это большая проблема но мы уже решили эту проблему и предложим вам сейчас решение здравствуйте я артем технолог этого проекта при существующих методах физико-химических методов переработки нефти шлама используются химические реагенты де эмульгаторы это поверхностно активное вещество при их применении но и при их применении степень переработки нефти шлама составляет всего лишь 30 процентов наши технологии позволяет увеличить степень переработки мы этого достигаем путем индивидуального подхода к процессу переработки нефти шлама созданная нами реагенты с учетом состава и происхождения нефти шлама позволяет повысить уровень переработки до 90 процентов здравствуйте меня зовут екатерина как финансовый аналитик я могу предоставить следующие данные в настоящее время существует опытный образец кроме того у нас есть идея воплощение этой идеи нам понадобится порядка 10 миллионов но свою очередь мы гарантируем что мы готовы возвратить эти средства и удвоить их в течение трех лет при этом срок окупаемости проекта составит один год что касается эффективности проекта то применяя индивидуальный подход к проблеме переработки нефти шламов мы получаем тройной эффект во-первых для экономики предприятие которое работает с нами получает не только дополнительную товарную нефть но и снижение штрафов на экологию во вторых для общества это конечно же снижение уровня заболеваемости но и в третьих для экологии это тысячи гектар спасенных земель наш проект менеджер сейчас находится в командировке и он оставил нам схему того как работает наша бизнес-модель а сейчас я расскажу страшную тайну непосредственно как мы будем реализовывать этот проект итак мы создаем консалтинговой компании которая будет решать для нефтяных компаний вопрос куда и как переработать их отходы нефти шла да еще при этом получить прибыль мы придем в экологический отдел нефтяных компаний получим там заказ после этого мы поедем на места добычи нефти где мы возьмем пробу нефти шлама после чего проведем их анализ и на основе этого анализа по нашему запатентованному алгоритму разработаем рецептуру реагента для переработки нефти шлама и так это наша основная компетенция что мы отдаем на аутсорс после этого нашему партнеру химическому заводу мы отдаем рецепт он производит химика который поступает на нефтесервисную компанию который в свою очередь перерабатывает нефти шла после этого мы получаем результат проблема решена нефтешлан переработал мы получили воду и нефть готовы к употреблению спасибо итак это была наша бизнес-модель что касается нашей маркетинговой стратегии то здесь я бы хотела обратить внимание на два принципиально ключевых момента это во-первых мы занимаем средний ценовой сегмент при том что эффективность составляет 90 процентов а во-вторых основные наши пиар-компании направлены на создание положительной обратной связи я диана инженер проекта наш проект будет реализоваться форме малого инновационного предприятия на базе ргу нефти и газа также стоит отметить наших потенциальных партнеров это самара нефтегаз также мы провели риск анализ основные риски это трудности внедрения инновации технический шпионаж один из важнейших риск рыночного поизнания потенциал данного рынка высок и мы стремимся занять лидирующие позиции на нем и так как мы это сделаем для развития нашего проекта нам понадобится 12 месяцев сначала мы доработаем проект и получим патент после этого мы подготовим договоры с поставщиками и перейдем к оказанию услуг и конечно одновременно будем проводить активную маркетинговую политику и так подведем итоги наш реализуемый он окупаемый и приносит пользу деньги инвесторам и на мы верим наш проект успешный для этого нам нужна ваша помощь давайте сделаем же в мир раз раз уважаемая жюри комментарии вопросы скажите пожалуйста чем ваше конкурентное преимущество у вас наверняка есть конкуренты сейчас они осуществляют очистку каким-то образом этих нефтеперерабатывающих заводов чем вы лучше почему будут выбирать именно вас дело в том что применяемые реагенты они не универсальны то есть их применение да допустим для какого-то может нефтешлама сработать для какого-то нет у нас же идет индивидуальный подход где учитываются составы происхождения нефтешлама поэтому разрабатываемые нами реагенты они намного эффективнее чем те которые используются вы хотите сказать что технологи на заводах они как правило нет как правило нет это команде большое спасибо на сцену приглашается предпоследняя команда в поле крафт и готовится команда сэлф уважаемые коллеги пока пока наша команда поднимается на сцену хочу вам напомнить что в 14.30 у нас состоится брифинг на который мы приглашаем всех наших гостей жюри зрителей пожалуйста не забудьте об этом здравствуйте уважаемые коллеги здравствуйте уважаемый член жюри вас приветствует команда поле крафт тема нашего проекта это вторичные полимерные материалы сорбенты для сбора нефтепродуктов наш девиз вызов плюс вызов равно решение вы думаете эта картинка появилась здесь случайно на самом деле нет порой гоняясь за прибылью мы забываем о том что мы подвергаем нашу землю экологическим изменениям существенно влияющим и мы не должны забывать что организуя наш бизнес мы не должны уронить эту землю ради каких какой-то незначительной прибыли у нас также есть к вам вопрос куда вы деваете ваши пластиковые отходы пожалуйста скорее всего вы наверное выкидываете мусор куда но мы нашли решение этой проблемы и поэтому мы представляем актуальность нашего проекта в первую очередь мы не только утилизируем отходы из полимеров которым является собственно говоря пластик но мы еще и заботимся об окружающей среде защищая ее тем проектом который мы вам предлагаем наша бизнес-идея довольно проста мы предоставляем услуги профессиональной очистки для компаний от нефтесодержащих сточных вод суть проекта заключается в следующем из вторичных полимерных отходов получаем сорбент который идет на очистку сточных вод от загрязнений также мы нашли повтор также мы нашли повторное использование данного используемого сорбента он может использоваться в дорожном строительстве основной продукт это ассорбент для сбора нефти по статистике ежегодно происходит более 20 тысяч разрыв трубопровода но сколько нефти выльется при этом мы не можем предсказать поэтому параллельно основному продукту идет разработка побочного это панели для мебельной и строительной промышленности итак выгоды проекта как мы видим из графика при суммарных инвестициях в размере двух миллионов точка безубытности у нас наступает на второй год примерно на шестой месяц то есть в течение двух лет наш проект при норме прибыли в 25 процентов выходит положительную положительную динамику а помимо этого мы улучшаем как уже сказано было выше экологическую обстановку и заботимся о окружающем среде лейтинг созерцать капитана она думает при этом к чему-какитана в этом доме в том числе украинской области в Criminal Digitalıyка поселеком в этом направлении в Транссфор в Транссфор в Транссфор в Транссфор в final части и в части Нюшебground в наших работах с украинском в соотношем для деяния в основном в reinственном в то числе Наша Marketing-Strategie funktioniert folgendermaßen. Мы имеем очень низкие Preисы, потому что локация ресурсов очень дорогая. Это продукт практически весь и биллый, это издательный продукт. Мы имеем вредный ролик в русском рынке и хотим поэтому присутствовать на конкуренции, мы будем исследовать Studien и пробовать для возможных клиентов. В России есть еще одна технология, поэтому мы не имеем конкуренции. Мы имеем у нас есть патент на этот продукт. Мы имеем вредный продукт. Мы имеем вредный кундукодный, потому что мы имеем маленькие, милые и большие компании. Чтобы не было использования, потому что не много случаев, В своих расчетах мы брали три составляющие, рассматривали. Это, во-первых, материалы для изготовления абсорбента и вторичного материала, тот, который вам был представлен, зарплату, затраты на производство данного материала, а также маркетинговые исследования. В наших расчетах получилось, что себестоимость одного килограмма продукта составляет 38 рублей, что гораздо ниже, чем у конкурентов на нашем сегменте. Среди рисков мы выделяли две составляющие. Во-первых, экономическую и маркетинговую. Во-первых, на данном рынке высокая конкуренция, и новому игроку очень сложно выйти на этот рынок. Во-вторых, с точки зрения экономии, к сожалению, нам сложно выйти на другие рынки, потому как на данный момент еще нет у нас международных патентов, но мы подали заявку на получение российского патента, и в ближайшее время, надеемся, получим подтверждение. Основные выводы. Объем инвестиций 2 миллиона рублей, срок выполнений меньше двух лет. В дальнейшем при тех же нормах производства, при той же производительности, прибыль в месяц 115 тысяч. Спасибо большое за внимание. Ваши вопросы. Спасибо. Уважаемое жюри. Вы знаете, странным образом получилось так, что, несмотря на то, что вы спонтанно тянули места, но тем не менее Губкина идет один за одним и примерно с одним и тем же предложением на рынок. И те, и другие очищают воду от нефти. Ну, мир от нефти, да, землю от нефти, ну, вообще все от нефти. Разными способами, очевидно, да, но вы друг другу конкуренты. Нет. Вот я и хотела бы это понять. Было бы прекрасно, если бы вы не были конкурентами. Так вот, в чем вы не конкурируете? В чем ваше преимущество, в отличие от предшествующей команды? Дело в том, что... Отвечу на ваш вопрос. Спасибо. Дело в том, что мы используем отходы. То есть мы боремся с загрязнениями, полимерными отходами. И одновременно из этих же отходов мы делаем продукт для сбора нефти. То есть решаем экологическую проблему в нашем государстве. В принципе, мы не являемся ими конкурентами, с ними конкурентами. Мы чем-то от них отличаемся, чем-то лучше. Можно я тоже отвечу? Технологии, во-первых, разные. Во-вторых, целевая аудитория для нас немного разная. Для них, для первой команды, это добывающие, нефтедобывающие компании. Для нас это все компании, которые заняты в транспортировке, в хранении нефти. То есть мы собираем немного другой продукт, который они не смогут, выигрывая у них за счет стоимости. Цели на мосте отличные. Спасибо за вопрос, за ответ. И следующий комментарий или вопрос. Спасибо. Вопрос такой, в основном к профессионалу, к Айдару, наверное, будет. Основная идея и новизна этого инновационного проекта, она в чем? В принципе, от очистки нефти продуктов или в чем? Или в способе изготовления из полимеров? Я являюсь техническим директором данного проекта. Вы немного ошиблись. Дело в том, что основная идея. Мы получили данные от Сорбент с нуля. То есть эта задумка появилась у моего научного руководителя. Мы ее воплотили в жизнь. Мы провели многочисленные эксперименты. То есть мы нашли нужные рецептуры строения. То есть мы подобрали определенные температурные режимы, определенные соотношения различных компонентов. То есть у нас здесь, может быть, не до конца прозвучало, используются тетропак, отходы упаковки, а также отходы вторичных полимеров. То есть и полиэтилен, и пенопласт. Мы рассматривали различные виды. Это раз. То есть мы его сами получили. И плюс мы проводим исследования по поглощению нефтепродуктом, полученным Сорбентом. На данный момент в нашей лаборатории, в моем университете. Но в дальнейшем, дай бог, нас куда-то пригласят. Все-таки вы что убираете, из чего? Вот нефтепродукт идет, вы его весь что, поглощаете? Ну, я просто условно говорю. Вот нефть идет по трубопроводу. Вы добавляете Сорбент. Мы не поняли. На картинке листаните, пожалуйста, назад. Дальше. Еще. Стоп. Вот загрязнение. То есть мы можем его использовать. Мы не… Я говорила про трубопроводы только потому, что хотелось показать, что много загрязнений в год и так далее. Но мы на поверхность воды высыпаем наш ассорбент. Спасибо. Я понял. Еще вопросы, пожалуйста. Спасибо, коллеги. Еще один вопрос у нас появился. У меня не вопрос, у меня просто комментарий. Просто из вашей презентации получается так, что ваша компания, если вы там образуете ее, живет за счет загрязнений. То есть вы просто сказали, мы производим ассорбент, но мы не знаем, сколько загрязнений может быть в году и так далее. Получается, вам выгодно, чтобы загрязнений было больше? Нет, не так. Это не так. Дело в том, что мы об этом сказали только потому, что мы не знаем точно, сколько будет. Дай бог, чтобы их вообще не произошло. Поэтому мы сказали, что будет побочный продукт. Следующий слайд, пожалуйста. Побочный продукт. Мы будем устойчивы на рынке, потому что мы, помимо данного ассорбента, дай бог, не будет загрязнений. То есть мы его не продадим. Мы из этого материала получим изделие, которое вы все здесь, я надеюсь, просмотрели. Также вот в журнале, который пошел по кругу, заложена статья, которая была опубликована 20 июня в журнале упаковка. То есть мы уже двигаемся вперед, дай бог, чтобы нас заметили. Тем более в любом случае, даже если этого не произойдет, мы всегда должны быть готовы к подобным ситуациям, потому что они нередки в современном мире, и лучше быть готовыми, чем не готовыми. Большое спасибо, коллеги. Аплодисменты. Спасибо. Мы приглашаем на сцену последнюю команду. И я предлагаю встретить их бурными аплодисментами, потому что они так долго ждали сегодня все номера, чтобы выступить последними. Это всегда очень сложно. Аплодисменты. Мы всех очень рады видеть много уважаемых жюри и не менее уважаемых коллег. Мы команда СЕРТ представляем проект Бомбокс. Наша команда это Виктор, специалист по международным отношениям. Это Анна, экономист, эколог-природопользователь Юля, и я, Ксения, географ. В заключение хочу сказать, что last is not least. Мы начинаем. Спасибо, Ксения. Я бы хотел бы представить идею нашего проекта. Я бы хотел вам описать это в моем направлении. Я бы хотел бы представить ощущение, что, как вам будет работать на бамбус, а для того, чтобы воплощать бамбус, которой мы производители основные материалы, и в принципе в России, где есть много солнечных полет, заявит каждый день 30 см. Бамбус, чтобы вырастить, нужно только солнечный свет, CO2 и вырастает О2 из Сауэрстофа. Для производства мы потребляем Сауэрстофа и natürlichе Сауэрстофа. Бамбус вырастает практически в Сауэрстофа, в Сауэрстофе. Дальше отзываются, которые будут пресчены. Дальше отзываются Бауплатты, которые полностью recyclены. При этом Сауэрстофе entsteе температура, которая будет в Сауэрме. Сауэрстофе. Но при этом отзыве из Бамбус-Плата будет Сауэрстофе. Это будет тогда Сауэрстофе. Это смотрится как одна Ригипс-Плата. Это для того, чтобы получить вещество или для Зигелска. Здесь эти Сталлссоры. Бауплатты могут и обослить сесть в интерн- или ил明 Tabiiке. Родот долгий среди, что мы приближивируем Бамбус из Брауэрода. Это будет зашить через шифт-транспорт. Это настоя из-за, мы ставим туда люди, а потом в нашу работу. Мы можем их в России пропустить и использовать их в экспорт. Продолжение следует... ...unser Projekts könnten unter anderem sein, wie zum Beispiel die Verlängerung beim Transport des Bambus. Ein anderes Risiko wäre zum Beispiel die Bambusschädlinge. Die könnten dazu führen, zu einer Zerstörung der Erde und weiterhin zu einer Preisehöhe. Außerdem führt der laufende Klimawandel zur Desertifikation der Bambusregion. Und dies könnte weiterhin unsere Erde natürlich gefährden und auch natürlich den Preis wiederum erhöhen. Außerdem besteht noch ein anderes Risiko, wie zum Beispiel die starke Konkurrenz von Naturfasern. Aber die guten Seiten unseres, die Chancen unseres Projekts sind zum Beispiel, wir würden die Kleinbauern in ärmeren Ländern unterstützen. Außerdem würden wir den CO2-Ausstoß bzw. den CO2-Gehalt kontrollieren, in Kontrolle halten. Und wir könnten die verbrauchte Energie bei den alten Bambuspaletten durch Verbrennung zu Energie erzeugen. Um unser Projekt, weil es natürlich neu ist, eine neue Initiative, um es in den Markt zu bringen, würden wir durch Vorstellung unseres Projekts in speziellen Messen das Interesse der Käufer anregen oder es durch Werbung in speziellen Baujournalen anbieten oder natürlich durch Werbung in Radios, TV und Internet. Vielen Dank. 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 . . Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. . Vielen Dank. Vielen Dank. . Vielen Dank. . Vielen Dank. . Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. . . Vielen Dank. Vielen Dank. . Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. . . Коллеги. Я думаю, мы поаплодируем друг другу. Команде. Дорогие участники, можете выдохнуть. . Спасибо. Спасибо. Спасибо за микрофон. . Видимо, сейчас время работы жюри. Коллеги, я вас приглашаю к следующему, наверное. Мы сейчас соберем ваши оценочки, как-то их сложим вместе, просуммируем и получим общий результат. А вас я прошу приготовить коротенькое маленькое суждение экспертное по поводу того, что здесь происходило. Ну и таким образом мы как-то построим картину наших ответов. Я прошу Светлану, соберите, пожалуйста, отца. Друзья, кто готов сейчас по первому впечатлению? Уважаемые члены жюри, я предлагаю сейчас просто буквально пару слов, какую-то вашу реакцию о том, что вы сегодня видели. Уважаемые члены о том, что мы будем ждать, что мы будем ждать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Коллеги, кто еще готов? Продолжение следует... 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 Уже почти все готовы. Продолжение следует. 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 с этим фондом, потому что название «Clean-Tech» для инвесторов нет хорошего ручка. В последние 10 лет, в последние 10 лет, в последние 100% от «Clean-Tech»-Unтернативных компонентов, которые стали прекратить. Я не скажу, что вы будете делать в первый раз. В итоге я сомневаюсь, что провести продолжение. В «Лотто»? Это 1 к миллионному миллиону. Но это очень важно. И мы действительно нужны новые идеи. И я бы хотела бы вопрос о том, что обращение, например, где ростов для рейтинга-экспертизации? Теперь, gibt es schon Mülltrennung in Russland? Also, damit will ich sagen, es ist wahnsinnig wichtig, dass solche Technologien entwickelt werden, weil das natürlich ein Anreiz ist, eine wirklich umweltschonende Maßnahme voranzubringen. Das ist die Mülltrennung. Aber genug von dem, was ich sagen wollte. Это было отличное событие. Я очень благодарен, что я был пригласен. Я благодарен русским партнерам и радуюсь, что этот русский взаимодействие сейчас в таком конкретном этапе. Я благодарен русским партнерам и радуюсь, что я благодарен русским партнерам. Я благодарен русским партнерам и радуюсь, что это было отличное событие. Я благодарен русским партнерам и радуюсь. У всех были короткие сроки окупаемости. Вы должны понимать, что это затея на всю жизнь для каждого из вас. Удачи вам всем. Я благодарен русским партнерам и радуюсь. Вам, ребята, удачи. Вам, ребята, так держать, участвовать в таких мероприятиях. И чтобы ни в коем случае не останавливаться. Вперед, вперед и вперед. Удачи всем. Спасибо огромное. Емилина Ольга Павловна. Спасибо большое. Спасибо. Ирина Ольга Павловна. На самом деле, продолжу, наверное, мысль Марины. Хотела сказать о том, что когда-то я была студенткой, я тоже участвовала в программах ДАД и была всю жизнь связана с ГИОТ-институтом. И это очень интересно работать вместе, в команде. Вот эта кооперативность, она приводит всегда к потрясающим проектам, к взаимодействию и к сотрудничеству, может быть, на дальнейшие-дальнейшие годы. Я желаю вам вот эту вот кооперативность сейчас, те связи, которые вы сейчас получили, сохранить, развивать дальше. И это все, оно потом вылится в какой-то качественный, не знаю, прыжок. Спасибо. Дорогие участники, прослушав все проекты, конечно, самую высокую каждому проекту дал бы оценку. Но решение коллективное, поэтому все-таки будет принимать объективность жюри, коллегиальное какое-то решение. Но что отметить хотелось бы особо, это кооперация, именно международная кооперация в каждом проекте. Сегодня успех любого инновационного проекта, любой новой технологии, он не может быть и зависим, и рожден в одной лаборатории или в одной творческой мастерской. Успех крупного проекта будет быстрее достигнут, если это будет кооперация многих-многих-многих умов. И вы сделали на этом пути серьезный шаг. Вы познакомились с теми, кто думает в одном с вами направлении. Удалось вам скоперировать венчурный подход с экономической точки зрения, технологический подход с научной точки зрения и денежный подход, наверное, с какой-то финансовой составляющей. И коллективы, которые представляли, многогранно презентуя проекты, на этом пути действительно сделали хороший задел для будущих бизнесов, которые рождаются, может быть, сегодня на этой площадке. Я не хочу сказать, что это один к ста. Каждый из вас, я уверен, надеется, что вы достигнете финансового успеха в своем проекте. Это правильно, потому что в ваших умах вы далеки от стереотипов и консервативных подходов. Потому что вы делаете первый шаг в бизнесе, вы делаете первый шаг в технологиях, в науке. И я когда-то тоже работал в научно-исследовательском институте. И как раз с чистого листа мне представлялось мир гораздо проще, чем он представляется нам, членам жюри. Поэтому я верю в ваши успехи. Я верю, что именно ваш венчурный проект преодолеет все риски, все барьеры. И будет поддержан инвесторами уже завтра при выходе из здания выставки достижений народного хозяйства или ВВЦ. Удачи вам. Спасибо. Титов Юрий. Новые экономические проекты. На фоне общего мирового экономического кризиса сегодняшнее наше мероприятие внесло элемент оптимизма и вера в будущее. Если так будет развиваться все в экономике и в бизнесе, и будет такой нестандартный подход, то я думаю, мы скоро все выйдем из кризиса. Спасибо вам за оптимизм. Уважаемые участники, я рада, что сегодняшняя продуктивная работа состоялась именно подведение итогов фабрики инновационных идей именно в рамках Дней Москвы на выставке научно-технического творчества молодежи. И я горжусь, что Департамент семейной и молодежной политики любезно предоставил площадку как механизм кадрового лифта для продвижения талантливых, креативных, дерзких, умных молодых людей. Удачи вам и успеха. Нашел Сергей, Департамент семейной и молодежной политики. Знаете, дорогие друзья, я имею некоторый опыт участия в подобных мероприятиях. И чем данный конкурс выгодно отличается от остальных, это то, что здесь бизнес-проекты лежат не в плоскости купи-продай или организовать какую-то парикмахерскую. Обычно с такими бизнес-идеями молодые люди ищут первичное финансирование. Здесь действительно серьезные интересные проекты, многие связанные с производством, с реальным сектором. Поэтому, да, наверное, чуть сложнее найти деньги на производство панелей из бамбука или вот этих вот тампо-труб, чем для открытия своей собственной булочной или какой-нибудь парикмахерской для собачек. Но я уверен, что если вы не остановитесь на полпути, если вы будете дерзкими и если вы действительно искренне желаете, чтобы ваш проект воплотился, вы, безусловно, найдете того заветного инвестора и тот капитал для того, чтобы ваш проект реализовать. Я вам этого от всей души желаю и надеюсь, что каждый из вас станет настоящим достойным бизнесменом как в нашей стране, так и в Германии, а может быть, организуйте совместные предприятия. Спасибо. Дорогие участники, я хочу вам сказать спасибо за неравнодушное отношение к нашему будущему, к тому, как все мы с вами будем жить в будущем. Очень интересный проект, спасибо вам за это. И я надеюсь, что то сотрудничество, те дружеские связи, которые получились в рамках этой деловой игры, они продолжатся и дальше. Потому что очень важно получить результат на будущее после таких мероприятий. Я надеюсь, что ваше общение продолжится и дальше. Успехов вам. Спасибо. 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 Дорогие коллеги. Спасибо. Очень приятно удивлен сегодняшним мероприятием. Главное, не останавливайтесь, продолжайте развиваться дальше. Я уверен, что обязательно все получится, потому что практика показывает, что именно только молодые могут придумать такие инновационные решения, особенно в экологически ответственном бизнесе, в зеленом бизнесе и вообще в социальной сфере. Спасибо вам, друзья. Спасибо. Спасибо. И последнее слово я хотела бы предоставить нашей поддержке представителю петербургского диалога. Головинов Евгений, петербургский диалог. Во-первых, хотелось бы сказать участникам деловой игры, ребята, прекрасные презентации, абсолютно реалистичные и, главное, что проработанные. И, конечно, несколько слов организаторам. Я думаю, что результаты данной игры говорят нам о том, чтобы данная деловая игра стала ежегодным проектом и проводилась бы на постоянной основе. Я думаю, что данные проекты обязательно реализуются, и петербургский диалог только получит дивиденд от этого. Спасибо. Это замечательно. Это грамот о том, что петербургский диалог ежегодно готов поддерживать наши мероприятия и финансировать. Ура, ребята! Дорогие друзья, сейчас наше жюри удалится для совещания вместе с Алисой. Участники, у вас есть пауза небольшая. 20 минут, сейчас 13.44. Это значит, что в 14.05, даже 21 минута, мы встречаемся здесь. Пожалуйста, не опаздывайте, мы вас ждем. Я думаю, всем интересно узнать результаты. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...